перед началом матча шахтер донецк макаби тель-авив была уверена что горняки без особых проблем вторично одолеют своего соперника правда букмекеры сомневались иначе бы не делали такими высокими ставки на победу шахтера два с хвостиком что думаю обрадовала поклонников украинского чемпиона видано или дело так легко можно почти гарантированно свои финансы в два раза поднять шансы макаби 4 и выше там прыгали и коэффициенты в сторону повышения то есть еще больше и больше шахтер наоборот чем лежит стартовый свисток так и пришло понижение 181 и 7 наверняка после оглашения составов букмекеры тоже стали понимать что наставник горняков луишка штура шутить в киеве не намерен трубин да да кривцов витау матвиенко алан патрик майкон соломон марлос тайсон мараис жаль что тарас степаненко из-за повреждения играть не смог если продолжать про потери шахтера то пропускали матч еще и смоились день тени но и без этих прекрасных игроков шахтер владел инициативой постоянно создавал моменты да да тайсон матвиенко марлос мараис все они могли поразить цель на постоянно немножечко не хватало макаби начал свой ударный отрезок примерно с 30 минуты когда трижды израильтяне подавали угловой и однажды трубин чудом ликвидировал возможный автогол но это были только цветочки очередной главой и трубин уже только наблюдал беспомощно наблюдал как мяч поочередно целовал перекладину а потом штангу его ворот связь зло так свезло это бесспорно что шахтером полная растерянность на поле и паническая неразбериха в собственной штрафной площади макаби отбился и решил взять бразды правления свои руки не хотелось бы под занавес первого тайма полное доминирование макаби трубин выручает израильтяне кажется везде шахтер в растерянности так что свисток на перерыв был воспринят горняками как спасение на несколько олимпийских было примерно десяток тысяч болельщиков большинство среди которых конечно же поддерживали шахтер поможет ли такая поддержка горнякам выиграть кстати вип-ложи как и на матче динамо киев брюки неделю назад снова засветился андрей шевченко ясно что тренер сборной украины просматривает кандидата в свою команду так что не гоже им так косячить как последние минут 15 до куда перерыва ох не гоже луишка штру поменял двух игроков вместо соломона на второй тайм вышел т.т. маркос антонио заманил марлоса поможет ли макаби начал так словно бы продолжался первый тайм гол пешича уже на сорок седьмой минуте арбитр отменил там нарушение правил было вроде бы за что арбитру огромное дякую но то что шахтер по-прежнему растерянности факт ярчайший пример непонимания между игроками шахтера атака на ворота макаби тайсон дает пас на ход партнеру штрафную площадь но мол более молодой бразилец не побежал на этот пас потому что банально не понял задумки игрока сборной бразилии вот тайсон и махал недовольно руками с уже привычным кислым выражением лица потому что его задумок не понимают партнеры по команде а по игре гол ворота шахтера явно назревал на контрах ничего у горняков не клеилась т.т. сотоварищи больше пытались пробиться вперед за счет индивидуальных действий за что макаби мог неоднократно наказывать но именно прорыв т.т. был остановлен штрафной площади макаби недозволенным приемом и мараис четко реализует пенальти 1 0 на 67 минуте вот так давили гостя горняков давили и напоролись кстати чем-то завершение первого матча напоминает когда макаби понесся отыгрываться и нарвался на второй гол 30 по сумме двух встреч теперь тройная замена шахтера уходят витау тайсон и мараис выходят коноплянка корниенко фернандо после гола игра немного успокоилась нет активность обеих команд по-прежнему вражала бегали футболисты как заведенные комбинации плели пытались выходить на ударные позиции только вот горняки перестали нервничать гол успокоил прежде всего их ведь стало ясно что шахтер шагает дальше потому что вряд ли упустит свое преимущество пропустить три мяча шахтер конечно может это футбол но нереально по большому счету горняки сами себе могли привести неприятности после обрезок бразильцев пытавшихся обыграть соперников один в один что приводило к потеря мяча но сегодня 25 февраля 2021 года шахтеру откровенно везло да и вообще сожребием повезло ведь не факт что горняки прошли бы любого другого возможного соперника успехов шахтеру дальше по лиге европы и болеем теперь за киевлен с вами был саныч до новых встреч